День учителя На фасадах городских объектов все чаще появляются новые арт-объекты с ненецким колоритом. 5 октября свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых важных профессий – учителя. О богатом опыте и современном подходе к учебному процессу рассказали педагоги поселка Красное. Подробности у Катрины Тайбарей. Здравствуйте! Так начинается рабочий день Михаила Красикова. Казалось бы, еще совсем недавно он был по ту сторону учительского стола. Сейчас же молодой педагог преподает учащимся Красновской школы физику и информатику. Появилась вакансия. Как раз я заканчивал четвертый курс, писал в выпускную квалификационную свою работу. Позвонил Владиславу Владимировичу Литкову, моему учителю, нашему директору Красновской школы. Он сказал, что приедешь в поселок, подойдешь ко мне, пообщаемся. И после нашей беседы он сказал, что да, он принял меня на работу. И вот уже третий год я работаю в Красновской школе учителем физики и информатики. Благодаря учительскому авторитету своего школьного педагога, Михаил еще в старших классах точно для себя решил, что однажды станет его коллегой. Отучился в Российском государственном педагогическом университете имени Герцина и вернулся в родную школу, но уже в новой роли. Я считаю, что профессия учителя, она очень, во-первых, важна для общества в целом. Это профессия, профессия, она в последнее время очень востребована. Ты постоянно в движении, постоянно в общении, ты познаешь что-то новое, ты общаешься с учениками. Делиться опытами, знаниями с учениками, быть в курсе событий в жизни молодежи – то, что нужно для работы молодого специалиста. Но, тем не менее, есть и свои трудности в профессии педагога. Одна из них, наверное, это подход к ученику, то есть каждый учитель обязан найти подход к ученику. Не всегда сразу это получается, нужно увидеть ученика, нужно понять, какая направленность у этого ученика, его плюсы, минусы в целом. Наталья Соболева с опытом научилась справляться со всеми особенностями школьной жизни. Вот уже 48 лет она обучает красновских детей русскому языку и литературе. Еще будучи ученицей, Наталья Гавриловна проводила все свободное время в библиотеке, а после школы поступила в Российский государственный педагогический университет имени Герцена, в Институт народов Севера. Большая ответственность сейчас ложится в плане воспитания детей, ложится на учителей. Почему-то существует такое мнение, что если ребенок невоспитанный, что он чего-то не достиг, виновата школа. И это печально. Быть учителем – это большая ответственность, а также возможность внести свой вклад в становление личности человека. Мы в первую очередь должны воспитать человека. А сейчас что вот идет у нас в принципе-то? Когда встречаешься, спрашивают, ну до чего вроде как, каких успехов именно по служебной карьере ты достиг. И очень часто говорят о росте служебном, а не о росте чисто человеческом. А вот как раз учителю дается возможность, чтобы человек именно рос в плане человеческом. Вот в этом, наверное, большой плюс. За долгие годы работы с детьми у Натальи Гавриловны накопился целый багаж веселых историй. А также учительница с теплом и уважением вспоминает о своих коллегах, которые находятся на заслуженном отдыхе. Школа все-таки у нас имеет такую историю давнюю. Вот недавно хочется, вот я думаю, что Анатолий Филиппович Беляев смотрит за эту передачу. Ему было 80 лет. Вот мне хочется ему, пусть запоздало, но поздравить его с 80-летием, пожелать ему всего хорошего, главное здоровья. Он для нашей школы сделал много, работал здесь много. И вот таких людей, Маргарита Кинична, Миненкова, Александр Тимофеевич, Пиневской, Николай Андреевич. Много школы все-таки с таким большим стажем. И учителя здесь работают достойные, хорошие. Дети с теплом и уважением отзываются о своих школьных учителях, понимают всю сложность этой профессии. Учителя прикладывают очень много усилий, чтобы нас чему-то научить. Учитель, он очень хорошо умеет общаться с детьми и открывает потенциал в любом ребенке. Они подготавливают будущее поколение, будущие профессии, скажем так, будущих специалистов. Поэтому учитель – это очень важная профессия. Учитесь на учителей. Что же необходимо каждому учителю для успешной работы? Точно знает Наталья Гавриловна и желает этого своим коллегам. Мне хочется поздравить с предстоящим праздником, с Днем Учителя. Ну и, может быть, это традиционно, банально звучит. Побольше терпения. Побольше терпения. Побольше терпения. Телеканал «Север» также присоединяется к поздравлениям. Желаем педагогам Ненецкого округа способных учеников и понимающих родителей. Ежегодно в самом начале октября отмечается Международный день пожилого человека. В центре внимания интересы людей высокого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. Именно поэтому в регионе стартовал второй поток благотворительного проекта «Арктическое долголетие» для людей старшего поколения. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Валентина Юркова впервые пришла на проект «Арктическое долголетие». Позвали соседки. На первом занятии задания показались не такими сложными, как думала участница. Вы знаете, как-то необычно, что двумя руками сразу надо обводить и раскрашивать, но я думаю, что мы неплохо еще с этим справляемся. Не только научиться чему-то новому, но и поделиться своими знаниями в мире медицины пришла на проект Татьяна Зуева. О том, как хорошо питаться, двигаться и правильно спать, врач расскажет всем. Плохая фраза. А что вы хотите в вашем возрасте? Понимаете, это неправильно. Ну, где-то что-то побаливает, бывает, это сигналы тела. Ну, организм 60 миллионов лет, так он умеет, знает. Поэтому, если где-то что-то, тут кольнуло, там заболело, это что-то такое. Он тебе говорит, не делай этого, дай мне то, нужно просто уметь его слушать. И питание то же самое, он не должно ничего болеть. Вот, хотела бы поделиться со своими товарищами, теми вещами, которые я сама знаю, которые я сама использую в своей жизни. На первом занятии участницы познакомились с программой проекта, потренировали память с помощью новых техник и поговорили о здоровье. Здоровьем надо заниматься. Люди, находясь на пенсии, они сидят по своим домам, тем более теперь в пандемию. Это очень тяжело. И вот такие вот встречи замечательно происходят. Нейрогимнастика, скорочтение, мнемотехника и даже ментальные практики. После окончания проекта участницы будут в совершенстве владеть всеми навыками. А самое главное – натренированной памятью. Ну, новые техники, новые приёмы. Но будем их отрабатывать немножко по-другому. Но жизнь меняется. Не стоим мы на месте. Я постоянно совершенствуюсь, обучаюсь. И поэтому очень много нового. И про здоровье мы тут разговаривали. У нас проект «Арктическое долголетие». Поэтому ходят люди, которые уже в возрасте. И поэтому очень много. Я тоже прошла метафизику души и тела. Очень интересный тренинг. И вот это всё используем на наших занятиях. В завершение занятия руководитель школы Александра Калинина раздала участницам подарочные наборы для обучения. Добавлю, праздник День пожилого человека учредили для того, чтобы обратить внимание общества на людей высокого возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также по поиску возможностей улучшить качество жизни пенсионеров. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телегонал «Север». Будущее наступило. Учебный год для нового набора Лицея Академии Яндекс стартовал в Наринмаре. Что ждёт будущих программистов в ближайшие два года обучения, смотрите в следующем сюжете. Всезнающая Алиса поприветствовала новых учеников Лицея Академии Яндекс. Для 17 обучающихся в учебных заведениях Нейнского округа начинается увлекательный процесс погружения в мир программирования. В их рядах и Данила Попов. На мой взгляд, Лицея Академии Яндекс – это отличная платформа для получения знаний в сфере IT-технологий, в сфере промышленного программирования. Первое, что хочется ожидать от этого проекта – это получение качественных знаний. В будущем Данила планирует связать свою жизнь с IT-сферой. Лицея Академии Яндекс видит идеальную возможность погрузиться в будущую профессию. И главной целью для Данила Попова на следующие два года стал язык программирования Python. Именно на изучении этого кита программирования строится учебная программа. Юлия Аканева, выпускница Лицея Академии Яндекс, поделилась своим опытом. Обучение в данном лицее помогло девушке занять призовое место на олимпиадном программировании на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Я не ожидала, что такое могло произойти у нас в маленьком городочке. Это превосходно, что есть такая возможность у детей изучать программирование. Язык Python – это превосходное место. Я бы хотела еще раз закончить. Может быть, то же самое, но я бы повторила бы это. Данный проект реализуется с 2019 года. В этом году был первый выпуск лицеистов. Выпуск составил 14 человек. В этом году желающих поступить в лицей было 50. Во второй тур прошли 28 человек. По итогам всех испытаний и собеседований на обучение в 2021 году зачислено 17 человек. Данная программа рассчитана на два года. Первый год обучения ребята проходят основой языка Python. На втором году обучения уже ребята осваивают промышленное программирование и создают различные проекты. Проект лицея Академии Яндекс рекомендован автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» и реализуется совместно с проектом «Кадры для цифровой экономики». В Ненецком автономном округе проект осуществляется под патронажем губернатора Юрия Бездудного и при финансовой поддержке компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией региона. Катрина Тайбори и Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Преображение города в лучшую сторону. На фасадах зданий появляются новые арт-объекты с ненецким колоритом. Какой рисунок на этот раз создали граффити художники и в каком районе – расскажем прямо сейчас. Вырисовывая мельчайшие детали кистью, Денис Щебеньков готовит арт-объект к завершению. В его практике это уже не первый рисунок, который украшает здания столицы Заполярья. Для художника создавать арктические пейзажи – одно удовольствие. «Здесь в принципе нужно делать яркие картинки, потому что витаминов людей не хватает, людям. Да и они сами по себе в любой сезон яркие картинки универсально смотрятся, витаминисты. И арктическую тематику тоже можно очень ярко обыграть, в этом тоже плюс». Яркие муралы на постройках и фасадах зданий рисуются в несколько этапов. Связано это с климатическими особенностями региона. Для более долгой службы арт-объекта художники используют стойкую краску, а также всю экспозицию лакируют для защиты от ультрафиолетовых лучей. «Сначала кроется праймером, грунтом прозрачным, потом кладется слой краски, какой-нибудь фоновый. Ну это уже мы выбираем себе для удобства какой. Например, здесь был темно-синий, темно-фиолетовый. Потом мы делаем разметку, иногда по проектору, иногда от руки, иногда и так, и так. И потом вот включаем эскиз на руке и рисуем, стараемся попасть в цвета». Работать в условиях Крайнего Севера для художников не составило сильного труда. Благодаря профессионализму и оперативной работе, граффити художники справились с работой, несмотря на ряд климатических особенностей. «Погода не то чтобы сложная для человека, сколько сложная для краски, потому что ей нужно еще высохнуть, ей нужно как-то там прогреться. То есть здесь позже начинается, наверное, сезон раньше заканчивается. А сложные для работы именно человеку, я так понимаю, здесь летом нас пугали комарами, мошкой, гнусом. Вот, видимо, здесь очень мало времени вообще, чтобы рисовать в целом». Идея создать арт-объект при въезде в город пришла местному предпринимателю Михаилу Зотову. Молодого человека сподвигли на такое решение уже созданные иллюстрации на фасадах зданий, что радует глаз не только приезжего гостя, но и местного жителя. «Мы люди, которые живем в этом городе, соответственно, нам не безразлично, как выглядит этот город и как живут здесь люди. Поэтому мы в том числе вкладываемся в то, чтобы развивать городскую среду. То есть ребята, которые приезжали в прошлом году и в этом году приехали и разукрашивали объекты города, мы вышли через Центр развития бизнеса на них, взяли контакты и договорились уже за наш счет, чтобы они разукрасили, соответственно, прилегающую территорию к нашему ресторану». Вот так шаг за шагом развивается городская среда путем создания граффити-рисунков с ненецким колоритом. Яркие арт-объекты не только придают городу новые краски, но и напоминают нам, какие были наши предки и как они жили в тундре. 38-0 с таким разгромным счетом прошел финал Кубка России по американскому футболу. Этот успех принадлежит в том числе и нашим землякам. О том, как братья из Индики ворвались в большой спорт, подробнее расскажет Наталья Дуркина. С детства Антон Филатов в своем родном поселке Индика занимался баскетболом и волейболом. После окончания школы юный спортсмен отправился в Санкт-Петербург получать образование в университете имени Лесговта. Там-то он и познакомился с американским футболом. По совету друга написал менеджеру команды «Северный легион». После пробной тренировки Антона сразу взяли в команду. В принципе, могут заиграть все. То есть, все будет зависеть от того, какой вы комплекции, и тренера поставят уже вас на определенную позицию. Неважно, высокий, низкий, худой, толстый. Каждый найдет для себя позицию в американском футболе. Главное – желание. Американский футбол настолько затянул Антона, что он решил приобщить к этому виду спорта своего двоюродного брата Александра Михеева, который за год сумел влиться в ритм команды и уже участвовал в двух соревнованиях наравне со всеми. На протяжении всех матчей Кубка России команда «Северный легион» держалась на высоком уровне. По словам капитана Алексея Смирнова, ребята играли как одно целое. Мы собрались, мы смогли собраться всем составом, мы смогли замотивировать себя на этот турнир очень хорошо, мы могли хорошо подготовиться. И сыграли все игры, их было три, четвертьфинал, полуфинал и финал, безукоризненно, мы обыграли всех соперников. В принципе, везде с достаточно хорошим заделом. Два матча провели в ноле, и только в одном нам соперник в полуфинале им удалось что-то нам занести в ответ. 38-0. «Северный легион» не дал ни единого шанса Гарифонам, самым главным противникам, забить гол. Игра шла напряженная. После финального списка чувство полного удовлетворения, что наконец-то мы выиграли что-то достойное Северного легиона. Чувство радости, что мы с таким разгромным счетом выиграли именно принципиального соперника – это питерское дерби. И к этим матчам особый настрой и чувство непередаваемое. После такой разгромной победы победители собираются отдохнуть и подлечить, так сказать, боевые травмы. А затем снова в бой. Дальнейшие планы сейчас отдохнут, наверное, месяц, а потом начать заново тренироваться. И планы у меня такие, как бы хочу выиграть Суперлигу и попасть в сборную сейчас. Что касается наших земляков, то Антона Филатова позвали в сборную России. Сейчас спортсмен принимает предложения от других клубов в Европе. Александр Михеев же собирается дальше оттачивать свое мастерство в Северном легионе. Был приглашен в сборную России. И сборная России на очень хорошем счету находится на этой позиции. Тренер по его позиции очень-очень хвалит Антоху и говорит, что у него очень большое будущее. В данный момент Антон рассматривает варианты уехать из Санкт-Петербурга и играть в Европу, если получится у него. Я очень надеюсь, что у него это все сложится, потому что он действительно очень перспективный игрок. И помимо физики, о которой я уже говорил, у него есть хорошая голова, хорошее чутье такое игровое. По стане Михеева, думаю, что тоже у него есть будущее в этом виде спорта. В целом он так быстро набирает обороты, что не за горами. Думаю, что его могут позвать тоже в сборную России. Ребята из Нинецкого округа покорили Северный Легион, что может послужить мотивирующим примером для спортсменов региона. Честно, очень хорошо, что и тот, и другой игроки нашей команды, потому что они вложили огромный вклад в победу в данный момент в Кубке России. И тот, и другой находились все время на поле и очень-очень-очень нам помогли. Так что я рад, что есть такой регион, как ваш. Я рад, что оттуда есть такие ребята. И я бы хотел, чтобы еще ребята приезжали и играли за нашу команду Северный Легион. Вы можете меня на груди наблюдать наш логотип. Сейчас чуть-чуть повыше поднимусь. Пожалуйста, Северный Легион, Санкт-Петербург. Мы всех ждем. Приезжайте. И мы ждем еще много Антонов Филатовых и много Саши Михеевых. Самый главный кубок уже в руках у ребят. Грядет межсезонье. Команда Северный Легион набирает новичков в свои ряды и готовится к дальнейшим сокрушительным победам. Напомню, американский футбол – это контактный и достаточно жесткий вид спорта. В него играют овальным мячом. Две команды по 11 игроков с каждой стороны пытаются владеть мячом для продвижения его в очковую зону. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.